мы на эту тему думали тут видимо что было Россия очень мало времени жила при буржуазной демократии она не наелась этой демократии и если почитать работы Ленина и Сталина там конечно у Ленина есть вот это у него достаточно четко сказано что основа диктатуры это выборы по производственным округам у него же написано что это организационные советы по производственным округам выбираемые это организационная форма диктатуры пролетариата а диктатуры пролетариата Ленин никогда так сказать и в страшном сне отойти не помышлял поэтому Ленин бы конечно этого не допустил но он об этом не очень много и писал это вот в одном месте буквально вот это было а Сталин ну в отсутствии опыта исторического жития в условиях буржуазной демократии не было отторжения вот этого казалось что при отсутствии эксплуататорских расов какая разница по какому принципу голосовать но конечно вот после этого вот эта живость была утеряна ведь была очень живая у нас борьба рабочего краса демократическая вот особенно здесь у нас в Ленинграде в конце 20-х годов вот Киров когда приехал тут же при Зиновьево была очень мрачная и достаточно вещи ставились вопросы о том что диктатуру пролетариата заменить диктатурой партии и Зиновьев, Каменев это конечно предтеча Горбачева об этом есть довольно много литературы и если бы не сковырнули их отсюда то тогда бы печальным могло стать очень развитие нашей страны а сковырнули их как? именно вот была демократичная борьба по заводам причем принимавшие иногда очень жесткие формы с той стороны вот скажем одному товарищу у которого литература центрального комитета из Москвы лежала в квартире поехали на грузовике с наганами значит вромились ему дали наганом по голове литературу эту всю вывезли уничтожили потом вот слышали вот искал но я больше этого нигде не нашел к сожалению может быть это и преувеличение но вот тем не менее где-то вот я это видел если кто найдет значит сказание такое вот есть улица Жени Егоровой в Выборгском районе на севере вот воспоминает Женя Егоров вспоминает что когда она была парторгом Красного Треугольника но она поддерживала линию ЦК ее оттуда выперли вот когда она оттуда явилась туда явилась на это агитировать за линию ЦК ей на проходной там так ногами надавали что она говорит царский жандарм такой и не снилось со мной обращение жесткие принимала форму эта борьба и она верась надо сказать очень демократично в том смысле что хотя фрод, армия, ГПУ поддерживали линию ЦК но они никак вот себя вот именно вот такого административного ничего не было в отношении оппозиции и более того вот скажем даже вот когда вот этот эксцесс произошел с литературой после этого литературу стали хранить в ГПУ туда уже люди на грузовиках там с наганами не приезжали ну вот в этом вот выражалось и люди вот при помощи литературы вот ДК ГАЗа вот именно вот товарищ ГАЗа он там, это фамилия такая он там стоял у входа распространял литературу ЦК хотя он был уже болен у него туберкулез вроде бы вскоре после этого он умер вот ДК ГАЗа сейчас от Кировского завода напротив Кировского завода он есть и происходили вот есть по этому поводу литература очень вот видно как вот именно вот на заводах бурлила вот эта жизнь и надо сказать что мощно держась партгруппы парткомы многих заводов поддерживали линию Зиновьева-Каменева как вот с рабочими там это все обсуждалось рабочие в большинстве своем возражали конечно потому что чувствовали что Зиновьев и Каменев господа партийные так сказать не туда ведут и тут очень это очень интересно вот это опыт такой вот именно советской власти в действии которая диктатура пролетариат то есть диктатура по отношению к эксплуататорским классам но для пролетариата это наиболее полная форма демократии очень интересный этот материал это почти вторая революция можно сказать была вот в Питере в середине 20-х годов ну не было это учтено и вот пошел отрыв после того как это ну вот а почему вы спрашиваете ну вот видимо вот не было вот этой аллергии вот мы наелись за 20 лет мы все представляемся что такое буржуазная демократия а вот товарищ Сталин не наелся за период с февраля по октябрь 17-го года и другие товарищи его соратники не наелись я это с этим связываю так вот товарищ был поднял уже давно я хотел вот такой вопрос задать вот значит по-моему вот Юрий Жуков историк он пишет об этом пишет о том что Сталин вот в Конституции 36-го года хотел в том числе включить в политическую борьбу не только членов партии но и членов других общественных организаций там он приводит в качестве значит доказательства интервью Герману Рейлсу Сталина где вот он пишет как раз таки о том что у нас да мы собираемся расширить значит Советскую демократию до того что значит не только члены партии будут участвовать но и просто люди беспартийные так как у нас куча есть так сказать различных общественных организаций это во первых потом значит он приводит в качестве доказательства бюллетень где сохранилось что один кандидат от партии, один, по-моему, от производственных, значит, самых каких-то от промышленных, от промышленных, вот, производственных, и один от крестьянства. И потом, также в качестве этого приводит, что вот Маленков во время войны его высказывание, что значит, как бы у нас куча есть людей, настоящих партий, очень там талантливых, и которых там неисправедливо, вот там приезжают. Вот как вы к этому относитесь, если вы это слышали? Ну, вот это вообще вызывается мнение. Во-первых, беспартийные очень широко участвовали в общественной жизни. Все партийные собрания на заводах были открытыми. И партийные на них выступали активно, и хотя не голосовали, но вообще говоря, за мнение беспартийной массы, вот это вот, то есть, те, кто был беспартийным в седерных заводах, тоже вера достаточно такая серьезная борьба. Их мнение, конечно, учитывалось очень широко. И говорить о том, значит, здесь, что имел в виду Сталин? Конечно, я не сомневаюсь практически, что он не мог иметь в виду создание партии какой-то альтернативной. Ну, какая партия еще могла быть, кроме партии рабочего краса? Общественные организации? Ну, конечно, общественные организации всегда участвовали. И даже в уже более поздние времена, в 80-х годах, никогда выборы советы, они напрямую с партией не увязывались. Поэтому вот кандидат от партии отдельно, кандидат от промышленности отдельно, кандидат от крестьянства отдельно, мне вот это как-то непонятно. То есть, шли выборы, до этого они были по производственным округам, от партии, от беспартийных, совершенно это, никакой роли не играло. Потом они пошли по территориальным. Формально это тоже с партией не связывалось. Хотя партия, имея просто вот свою, как организационную структуру, и тот, кто имеет организацию, тот, в общем-то, имеет и врач. Она выдвигала туда, смотрела, кто пройдет. Но этот контроль партийный, ну, все говорят, негативного-то характера не носил. Ну, нельзя. Даже вот я говорю, то, что вот уже вперед разражения, окончательного, не было такого, чтобы от партии какие-то гнусные люди там как-то проходили, чтобы партия каких-то откровенно гнусных людей такого и не могло быть. Что касается роли беспартийных, скажем, маршер Говоров был беспартийный, вот из наиболее широко известных беспартийных товарищей. Скажем, Туполев, Андрей Николаевич, авиаконструктор, он в партию вступил почему-то в 45-м году. Почему-то ни раньше, ни позже, я вот как-то не очень понимаю, но и до этого нельзя сказать, чтобы его как-то особо затирали. Возможно. Смотрите, а ведь Ельцин тоже его, так сказать, проталкивало партией. Так он же был членом членом партии. С владельческим он был. Это уже, тут уже такие вещи шли, что тут уже в партии у нас, начиная с 70-х годов, присутствовал практически весь политический спектр, что и на мировой арене. Там были все взгляды представлены. И вот тут был разговор, я слышал, когда зашел о Яковлеве. Вот есть интересная фотография Яковлев и Коругин с двумя американцами на ступенях какого-то университета США спускаются. Посидине два американца, по краям, ну, молодой, 56-й что ли год, Яковлев и Коругин. Вот я думаю, что примерно с того времени Яковлев скорее всего и, так сказать, и работал там. Ну, это уже в 70-х, по-моему, годах. А вот тогда он проходил стажировку или учился в Корнельском, что ли, в Ельском университете. Не помню, но была фотография на ступенях университета вот Яковлев-Коругин. Коругин тоже, так сказать. Я думаю, что там вели большую работу с людьми и, конечно, и вернее так, не могли не вести эту работу. Другое дело, что кто-то там ввелся, кто-то не ввелся, это другой вопрос. А вели, то, конечно, со всеми предложения делали. А вот товарищи, про всех, так сказать. Да? У меня вопрос такой. Все-таки ставите основную причину именно отмену выборов на производстве, да? Ну, причина, причина, здесь много причин. Дело в том, что социализму, как коммунизму в первой фазе присущий ряд противоречий. Они подробно рассмотрены в книге Попова. И вот лучше, так сказать, здесь это очень сложный вопрос. Почему, так сказать, у нас капитализм, почему у нас, что привело к раздражению, и как это привело к раздражению коммунизма и реставрации капитализма. Ну, вот, это, конечно, один из пунктов, такая, ну, грубость бы разделана. Ну, конечно, здесь нельзя говорить, и всех собак на это валить нельзя. Здесь много причин. Здесь, и, конечно, как и во всякой борьбе, здесь все решает соотношение СИР. Русский рабочий крас, конечно, очень красальное напряжение вынес. Это тоже надо понимать. И надо понимать, что во время войны, конечно, миллионы лучших представителей рабочего краса погибли. Это тоже надо понимать, что на фронт просились лучшие, а в труд отсиживались не лучшие. Это вот, и тут такой отбор произошел. Пункт Китая все-таки. Давайте разделим это разные вопросы. Значит, так что, поэтому здесь вот валить на какой-то один акт единовременный нельзя. Шла борьба, значит, ну, вот видно, конечно, что пока была живая эта борьба, это пожару одна из ключевых ошибок Сталина. Вот, отказ от выборов по производственным округам. А носили она фатальный характер, я бы все-таки не стал говорить, что фатальный характер. Ну, а по поводу Китая, ну, что в Китае? В Китае, вот, там они социализма, как коммунизма в первой фазе так и нету, потому что там есть у них эксплуататорские красы, там затянувшийся на 60 лет переходный период. То, что Россия прошла 17-го по начало 30-х годов, там вот это до сих пор тянется. Но на это есть объективные причины, все-таки Россия гораздо более высокоразвитая в среднем была страна, нежели Китай. В Китае там же сотни миллионов крестьян, многие из которых были неграмотные, наследие вообще. Китай почти 100 лет находился под иностранной оккупацией фактически к 49-му году. Его же оккупировали там все, кому не лень со второй половины 19-го века начиная. Просто Китай очень большой, поэтому там оккупационные войска всюду насадить было невозможно. Но там очень сложная была ситуация. Ну а сейчас там идет борьба. Социалистический сектор там мощный достаточно. Социалистический сектор это аэрокосмическая промышленность, это вообще военно-промышленный комплекс, это сильные достаточно предприятия. У нас там товарищи были, там нормально все. Это вычислительная отрасль. китайцы вот сейчас вроде опять американский суперкомпьютер или японский суперкомпьютер самый мощный, а недавно был китайский. Правда он на Аптеронах был, на американских, германских вернее, процессорах. Но он все-таки сделать надо. Китайцы свой процессор делают очень неплохой и надеются к 13-му году создать самый быстрый в мире процессор. И соответственно суперкомпьютеры у них уже будут на САЛАЕ элементной базе. это тоже социалистический сектор экономики, это не частные фирмы. Но частные фирмы там есть и конечно капитализм он ведет борьбу с этим, с коммунистическими тенденциями, социалистическим сектором. За кем окажется последнее слово в том числе ситуация в России во многом определить. Опять же мы ставим вину неправильные выборы не по производству. Ну как сказать ну ставим много это привело так сказать конечно но это нам сейчас легко говорить мы то видим чем все кончилось как это у Ленина есть работа замечательным названием русский радикал задним умом крепок вот после того как что-то случилось вот мы анализируем да а что впереди то там а люди шли так сказать они первыми были вперед шли а перо проходцев у них судьба пожалуйста заточните по Марксу первооснова бывает диктатура проэтриата правильно он форму в виде советов давал или это уже более поздно это уже не русского рабочего нет ли здесь без альтернативности тоже такого вопроса есть вопрос почему демократические такой вариант выбран из лет потому что аристотеля закончился потому что аристотель он же сформулировал вот эти все формы параметне устройство и диктатуры это извращенная форма той же политики как форма диктатуру конечно как форму можно лиfirow и взятой была извращенная форма тому же аристот희 почему не рассматривался альтернативный вариант вообще если Маркс и завещал именно демократический вариант есть тот же альтернативный вариант полития и он не рассматривался и другие варианты не расслабились только демократический вариант во-первых марс рассматривав опыт парижской коммуны парижскую коммуну тоже можно рассматривать как притечу советской власти в каком-то смысле хотя там не по производственному принципу были были выборы но там была возможность смены депутата в любое время но естественно там было отсутствие порно и всяких цензов в европе то были всякие цензы имущественные там эти как образовательные цензы женщин не допускали в ряде стран коммуна все это от минира и вот выборность депутатов любое время и сведение зарплаты выборного депутата к средне не выше чем заработная плата рабочего вот это вот были достижения парижской коммуны а вот выбора по производственным округам ну не надо на маркса все просить чтобы он до всего до кодакса значит а надо сказать что социалистические государства вот пока неизвестна форма социалистической коммунистической диктатуры как формы вот скажем феодальные времена были так сказать такие цари которые там все совещательные органы там про своего класса уничтожали правили единоврасно уже зедора форму такую фашизм чем что характерно для фашизма для фашизма характерен формный отказ от представительных форм вот гитлер например он сначала их стак все снижал снижал и фактически их стак это уже был орган такой чисто номинальный 42 года гитлер провозгласил себя диктатором и он мог там и решение правительства все единолично решать в италии еще раньше он при муссолини был такой большой фашистский совет так называемый но ведь кто был в этом совете определял опять же муссолини и в противопорожности этому вот советская власть сразу же возникла вот в семнадцатом году вновь 24 на 25 кому власть была передана съезду советов вот которые так сказать как это смольным растопыли в груди встречая там ветер сведений вот это вот и вот коммунистическая диктатура во чтобы по форме была диктатура вот я не знаю может это может назвать а вот просто сейчас как-то затрудняюсь от примера какие можно назвать нет форма полития это это форма государственного демократии рабовладельческого строя полить озеро по-другому рисовал может быть я не буду спорить но полития не в курсе не могу вам сказать если здесь дело в том что вот скажем буржуазная демократия в там названий много там паргамент дума меджлис кнесет что там только нет а суть то у них у всех одна то есть тут вот таких каких-то альтернатив в истории если подходить мне как науки тут не предусмотрено и вот если мы уже химию знаем таблицу менделеева то я говорю вот как из железа сделать золото в рамках химии не в рамках ядерных превращений а в рамках химии это понятно что это невозможно не то же самое вот и что касается для форм диктатуры пролетариата вот есть организационная форма диктатуру пролетариата советская власть есть основания полагать что другой формы быть не может а какие основания какие основания полагать что не может быть а чтобы вот вы предложили нет если я не могу это предложить не значит что это чем-то определено что уже никто не сможет предложить нет но хорошо диктатуру пролетариата как явствует эта форма диктатура рабочего класса рабочий класс организован по предприятиям если он по предприятиям организован значит он по предприятиям и будет избираться а что тут как еще организовать по месту жительства, но по месту жительства здесь рабее будет организация по-любому, потому что даже если убрать всякие там составляющие нечистоплотное, все равно люди по месту жительства просто не знают друг друга даже сейчас зачастую. Потому что люди сорганизованы по месту работы. По месту жительства они не сорганизованы. Рабочий класс не сможет осуществлять свою власть, иначе как по месту работы. Как осуществлять свою власть, иначе как по месту работы? не обязательно конечно не только рабочие вообще трудящиеся если братья советской власти и же как рабочих раз он организовывать народ это становится организацией всего народа в условиях диктатуру пролетариата это уже организации и не будут конечно выборы свои и интеллигенция будет выбирать там в театрах и так далее это так сказать здесь не только на заводах но вот иной формы кроме как по предприятиям конечно так сказать обществоведение истории это не химия и тут так сказать вроде как-то не так все очевидно параллельно и перпендикулярно но я вот но демократической форме а вы имеете ввиду что делать как как директор скажешь скажет так и прогрессует почему демократия даже когда все я сейчас не помню определение но все участвуют в каком-то процессе демократии от наличия представительных органов по определению демократия может быть без представительных а как же ну как новгородская вечер но вечер и было представительный орган ну может быть до дискуссии уже давайте на роль партии рабочего класса общественное движение российская коммунистическая рабочая партия общественное движение рабочая партия россии но вот пожалуй из тех которые вот общественные движения которые я знаю но они работают вот эти две организации в тесном контакте на 1 мая вот я был на демонстрации там этманов говорит о том что мы будем создавать партию рабочего класса посмотрим я думаю что стёгей там будет не очень надо сейчас это он уже не на форде он уже там депутат законодательного собрания и ленинградской области мпра это уже профсоюз как это межрегиональный профсоюз работников автомобиле строения по моему помимо диктатуры пролетариата еще ну причем в какой-то период даже параллельно с ним существовала еще другая форма социалистического государственного устройства это народная демократия больше народной демократии как по вашему мнению это по отношению к диктатуре пролетариата вступление там да или прогресс или там была диктатура пролетариата конечно там это форма другая сущность сущность государства это диктатура правящего класса какой бы правящий класс в польше после войны не буржуазия чехословакии не буржуазия значит там бы рабочий класс а в ходе переходного периода было разрешено функционирование партии не только партии рабочего класса там крестьянская в гдр по моему крестьянская партия была еще какие-то форма 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 диктатура пролетариата да но эта форма такая неустойчивая очень то есть и в общем то что и показала развитие вот так вот 30 миллионов 30 миллионов всего в выборных списках то есть это взрослые так сказать люди 106 миллионов по моему где-то 30 процентов но надо сказать что в царской-то россии 2 миллиона бога рабочих вообще и нечисленностью рабочего краса определяется его роль нечисленности нет но вы а вы имеете ввиду вообще производила это я затрудняюсь вместе так сказать там это я не могу сказать вместе с мягкой буржуазии до которые что-то производят там человек купил цементовоз да и возит цемент там это стать таки таких про таких я не скажу назову статистику производящих именно не рабочих именно производящих не скажу да по критериям которые как я понял снижение продолжительности рабочего дня до является критерием перехода коммунизм один из основных если не основной хорошо вот я чисто практически представляю как вот если был бы снижен рабочий день по длительности да то есть мне кажется что большинство рабочих пошло бы на свои переусадебные участки то есть коммунизм это форма такая общество где все работают на приусадебных участках нет 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 конечно значит это вот хороший очень вопрос очень ценный здесь вот тоже перекликается он с движениями у нас в рабочем движении вот скажем докера его сейчас российский профсоюз докеров петербургская портовая организация они выдвинули предложение о снижении рабочего времени до 32 часов в неделю то есть 7 часов 8 часов убрать не 40 часов в неделю как сейчас а 32 на них что предлагает они предлагают рабочий день 1 сократить то есть 9 3 выходных значит на российском комитете рабочих который собрался в нижнем новгороде это предложение было рассмотрено и предложение сократить рабочую неделю было признано правильным но вот о том чтобы выходной добавить этого нигде нету потому что вы совершенно правильно сказали добавишь выходной ленин как ставит вопрос о снижении рабочего времени значит до 6 часов но с таким условием чтобы вот эти два часа освободившиеся люди тратили на учебу и на участие в управлении государством и на обучение военному делу вот так не так что и поэтому здесь это очень важно или так сказать скажем от каждого дня в неделю оттяпать по часу чтобы люди час могли заниматься чем-то и скажем в пятницу три часа оттяпать и тогда чтобы люди в пятницу действительно могли чем-то позаниматься отдохнуть и вот так или же дать рабочий день дополнительный и действительно как вы свою вот сейчас вот реализуй это предложение действительно понесутся на даче и ибо вообще говоря вот чем и делать вот даже уикенд этот два выходных лучше бы конечно сократить рабочий день на час в неделю потому что и чтобы люди вот занимались бы обучением и государственными делами кстати от обучение военному делу но возможно скоро будет актуальным потому что внешние угрозы для страны как говорится никуда не делись армии сейчас практически нет и вот так сказать переходить на какие-то формы какие были в тридцатых годах военных сборов там обучение постоянному военному делу это вот видимо в ближайшее время будет актуально я думаю и вот обучаться вот такую лекцию прослушать пообсуждать какие-то вопросы это вот в парне можно вместо того чтобы работать сейчас а вот это это большая в это большой вопрос большая проблема тут еще такой вопрос когда люди очень мощное средство знаете какое-то это антиаркогольная автомобиль и вот так сказать есть люди в том числе так сказать вот знаю одного товарища он вот значит в пятницу вечером садится на свой автомобиль да он довольно много пив когда купил машину перестар употреблять за рулем ну и вообще на неделе потому что ездить надо а так он значит вот сейчас он в пятницу вечером на дачу и все это понедельника отдыхает так что это вот вот это большую проблему вы подняли это серьезно так вот значит ну вот сию минуту такая проблема и не станет вот вообще снижение рабочего времени естественно при сокращении при сохранении заработной платы оно возможно только через борьбу трудящихся для трудящихся начнут борьбу и начнут так вот собираться по вечерам организовываться обсуждать а когда они уже на это дело так сказать вскочат но они уже будут другими людьми а иначе они ничего и не добьются от того что мы тут с вами поговорим рабочий день короче не станет так что мы опасно ворвнуетесь бояться этого не надо да 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 вот описали вкратце структуру в китае да я структуру не описываю так вкратце какая-то информация по организации перспективам вьетнам китай латинская америка слезь информация бога идет кто в этой борьбе победит в конечном итоге конечно коммунизм победит а сейчас так сказать сию минуту кто победит на сказать в вьетнаме там упорные товарищи они сами можно сказать и нашей ну при нашей помощи конечно но они сами американцев вытурили и там они там такой корешок то хотя там конечно тоже пущенная частная инициатива это еще но там такой корешок то коммунистический у них крепкий сидит в вьетнаме но вот нигде нету вот не придают значения вот организационной форме диктатуры пролетариата вот китайские товарищи они декралируют диктатуру пролетариата они и от нее не отказались программе партии но вот они здесь здесь микрос определенное недопонимание может быть она тормозит хотя конечно здесь и решать люди задачи там решают определенные нам здесь за них решать тяжело обстает рабочие движения есть и дыра у него есть но надо сказать не очень опять же так сказать вот в чем все таки вот скобин слабости корень слабости в слабые теоретической базе ура силы которые владеют теории их очень мало вот греки более-менее какие-то отдельные отряды там в канаде в бельгии а так вот говорить чтобы люди изучали теорию такого нет а без теории как говорится караверу там какую-то построить можно и она поплывет а хорошо поплывет и океан переплывет но чтобы современный корабль строить нужна теория и без теории без идеологии а с этим определенные проблемы в мировом рабочем коммунистическом движении даже среди наиболее передовых товарищей есть неполное понимание этих вопросов ну а количественно количественно люди выходят во франции выходят так вот но это слабость есть срабость это вот в этом в продолжении вопроса смотрите вот если рассмотреть предположим общество где 10 процентов буржуазии 90 процентов 80 процентов называемых среднем классе там офисного платона то да все на то есть сферы обслуживания и где-то там предположим процентов 5 рабочих вот таком обществе есть перспектива вообще то есть это я имею ввиду потому что на западе существует согласитесь рабочий класс так или иначе был уничтожен то есть предприятие это были переброшены в китай технологии конечно определенные буржуазии тоже думает о том как оттянуть свой страшный конец поэтому тут надо конечно смотри какой конец истории не будет не будет никакого конца истории ну откуда так сказать нет вот маркс наоборот говорил что предыстория человечества закончится вот история начнется потому что там очень много всего интересного нас ожидает по крайней мере вас я надеюсь хотя ленин в шестнадцатом году говорил что мы то старики конечно не доживем уже до победы социализма шестнадцатом году а вот вот это конечно эта работа ведется вот у меня есть знакомые были во франкфурте на майне это был крупный город промышленный сейчас это город такой банковский чисто полу вымерший вернее безлюдный правильно сказать он такого впечатления вымершего какого-то не производит почти нет машин передвигается народ на велосипедах вообще говоря хорошо но чем заниматься вот там ну курьером скажем вот можно где-то работать при банке а промышленности нету вот характерно уничтожение греческой индустрии там была в греции достаточно мощная судостроительная отрасль в начале 80-х годов 30 лет тому назад взялись это дело искоренять и тогда же вот эту социалку мощную ввели чтоб народ не очень бунтовах пенсии поставили это мощные все такое и раздражили уничтожили это все и сейчас успохватились греки что промышленности своей нет а кормить ты больше никто не хочет и вот забегали и вот это же такую учить готовят и нам в том числе в тем же сша там в районе детройта прямо вымершие кот и коттеджные поселки эти где рабочие жили автопредприятий доводят надо смотреть в целом мире надо конечно бороться за россию за российскую промышленность бороться надо против вывода предприятий из городов так называемого которое разрушение уничтожение предприятий на самом деле означает надо вот за эти вещи очень жестко бороться и поддерживать здесь те сиры в правительстве и среди российской буржуазии которые придерживаются альтернативных течений в частности сечен игорь иванович очень так сказать здесь правильную линию ведет и такие сиры надо поддерживать немало немало там мощнейшая промышленность наивысшей в мире производительностью труда тогда в плане мирового разделения труда основной пролетариат рабочий класс находится допустим в бедных странах дай там в восточной азии там южная америка получается что для того чтобы быть мощной страной совершенно не обязательно иметь обязательно потому что я поясню вот американская промышленность она самодостаточная а вот российская промышленность какую хотят сделать вот у нас скажем на дерипаска купил газ он там закрыл производство ворги там хорошая машина плохая но набор самодостаточная ее делали в россии из русских материалов с русскими двигателями агрегатами и так далее кстати такая плохая машина была это в последние годы вот пришел дерипаска он сказал будем делать американского вот это как его сайбер да он в 2003 году но такая полушутливая номинация в америке самый плохой автомобиль года вот он вроде как бы там победительном этой номинации вот значит с большой кровью с большими сложностями построили этот завод при в чем-то в частности была сложность американский стандарт электроэнергии это 400 не 380 а 450 вольт и не 50 герц а 60 герц и по предоставили американцы это оборудование говорят жутко совершенно провода все оборваны все вырвано то есть не так что там в полиэтилене все аккуратненько и приплыла вот и мы запустили этот завод а как начался кризис американцы сказали извините ребята но нам самим так сказать плохо живется и прекратили поставки двигателей всего такого и нету и волги нету этого серебра нету то есть все вот эти заводы которые у нас вот русский детройт петербург там это вся эта хрень болотная они не самодостаточная во первых их в любой момент обруби поставки не будет здесь никакой промышленности и самое главное мозги то сидят там что такое собрать собрать это можно в гараже машину а ты сделай современный двигатель ты сделай современную коробку передач автоматическую сделай современные электронные системы управления материалы современные примени обработай их соответственно вот это мозги то вот где сидят поэтому вот такая промышленность там сборка компьютеров это сборка автомобилей это безмозграя такая промышленность государства никогда не будет сильной даже если большинство рабочих будет здесь в америке остается 10 процентов рабочих но эти рабочие будут по полному производственному циклу делать боинги делать истребители делать авианосцы делать танки делать чернаки которые бомбить нас могут там а у нас рабочих будет много но они будут собирать эти американские автомобили низкоквалифицированные рабочие не в обиду будь сказано товарищем слесаря где все так сказать едет перед тобой автомобиль ты гайку тут затягиваешь это тяжелая работа очень тяжелая конечно но вот это не у нас могущества не будет даже если вот у нас будет 90 процентов рабочего класса но китай скажем он сильно сейчас китай очень сильная держава он мастерская мира это вообще говоря хотя по вооружениям пока по технологиям соединенные штаты его обгоняют но китай он очень сильно набирает и в общем-то реальная угроза для китая для америке конечно это китай сейчас промышленность мощная у них да и много их то вы ставите на протяжении нескольких лекций за основу борьбы рабочего класса самоорганизация на предприятиях значит как вы относитесь вообще насколько я знаю если может быть я сделаю эту ошибку что в теории допустим кромши предлагаются другие формы самоорганизации по предприятиям различные общественные организации как на предприятиях самоорганизация происходит как вот кристаллы растят да вот насыщенный раствор и там пока кристаллов нет туда так сказать какие-то эти пылинки крупинки вбрасывают и значит начинают на этих быстренько кристаллизоваться это все вот конечно так сказать и как в россии это было были вот кружки ленин вверг кружки и люди ходили до набирались но потом то надо идти на предприятия иначе никак иначе не набрать сера если это останется кружковщина то есть конечно где-то люди вот могут сюда прийти куда-то еще набраться знаний но потом все на на предприятия дорога а это не отрицает и без этого не пройти более того а как на предприятие откуда на предприятиях что-то возьмется этот надо чтобы до люди изначально пришли вот как какие-то такие организации послушали а потом уже шли на предприятия иначе это другое одно другого не исключает подразумевает в чем тогда новое слово вообще должно быть новое слово вот новое слово вот это русское открытие открытие русских рабочих это советы в ходе в Иванове в ходе борьбы вот это вообще говоря открытие которое для судеб земли его может сильно недооценивают что-то открытие а то есть грамши хороший товарищ он что непременно его надо можно я отвечу дело в том что грамши прорабатывал как бы работал в тех условиях в которых он жил то есть там капитализм достаточно длительное время существовало и там уже государство выработало не только методы принуждения рабочих но и уговаривания то есть там уже сформировалось гражданское общество и поэтому его как бы предложение были вот позиционная война то есть захватывать значит представителям рабочего класса там элементы этого гражданского общества там работа в церкви там каких-то организациях не политических но общественных там допустим спортивных кружках самодеятельности и так далее то есть позиционная война не значит и там это предполагалось достаточно длительный этап длительный период перехватывание инициативы ну для значит общество европейского наверно это было новое да потому что там как бы получалось что революции по типу как в россии они потерпели поражение я бы на правах лектора все таки позволил усел здесь возразить кардинально что такое гражданское общество вообще говоря мне неизвестно и надо сказать что если феодализм держался на прямом принуждение то капитализм он в нем принуждение конечно же есть как говорил еще кто-то там невидимая рука рынка не будет работать без невидимого курака но а здесь все таки в целом капитализм держится на обмане на обмане на обмане на обмане пытались установить прямую диктатуру в той же италии в той же германии и ничего из этого не вышло и поняли что надо обманывать стараться не надо напрямую будешь напрямую принуждать сам по морде и получишь и поэтому вот это гражданское общество вот это одно из сочетаний вот это вот обмана что и работать там в церковных армана надо конечно ленин говорили еще до грамши надо обрабатывать самые безнадежные поприща вот но делать на этом упор какой-то и что такое оппозиционная война что такое уговаривание рабочих я не понимаю обман рабочих это да то что рабочие боятся запуганы и если они не организованы и они боятся идти на конфронтацию с начальником с капиталистом и так сказать дают себя уговорить но это в результате их неорганизованности исключительно и надо думать о том как организовать рабочих как из них этот страх изгнать а не о том чтобы вот как-то вот позиционно это вот как эта терминология совершенно непонятно я думаю что это путь такой тупиковый вот путь прямой еще разгон сложные часто вот пути он правильный он наиболее сложной но по-другому пути не пройти это вот профсоюзы партия стачка взятие власти на предприятии связь с другими предприятиями двоеврасти взятие власти переходный в ходе переходного периода развития социалистического сектора экономики чтобы он задавил капиталистический сектор экономики как это было у нас до середины 30-х годов кстати вот говорят нэп это как-то там прикрыли нэп никак не закрывали если кто прикрыл вот остатки нэпа то это был хрущев потому что пятьдесят пятом году скажем по переписи населения два процента населения с сэр а это миллионы были не кооперированные кустови и крестьяне единоличники но правда единоличники в основном пасечники были вот все эти пасечники которые там во время войны на танки на самолеты там они богатые были достаточно вот это были нередко единоличники сама по себе вот это особенность от этой пасеки она подразумевает что можно и без хорхоза обойтись вот фабрика кимры она вот саверась 70-80-е годы кроссовками до 59 года это было артель то есть два процента это были не кооперированные кустови а вот артели были распространены кооперативы вот такие даже производственные не только сельскохозяйственные они вот при хрущеве где-то в конце 50-х начале 60-х они все были прикрыты в этом смысле вот нет прекратив хрущев не частные общественная форма общественной собственности до артель но она была как артель то есть ее никто не закрывал никто она была встроена социалистическую систему хозяйствования там и пара она у нее бы вы все это было но вот тем не менее существовала как артель не как госпредприятия как артель да 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 никто не снег не спал вот то есть поэтому вот здесь но надо все бороться за примат от социалистического и что такое социализм как ленингов это работа народного хозяйства как единой фабрики единая фабрика вот это очень существенные моменты страстно-пластические корпорации это на шаг до социализма ну на поле это да то есть нарушается рынок внутри товарообмен внутри монополии подрывается но само здесь ничего не случится потому что это можно сказать что шаг коммунизмом он скажет что и шаг к фашизму то что концентрация финансовых ресурсов она идет о концентрации в гости вместе с тем но фашизма они теперь боятся потому что видишь что как ты начнешь фашизмом размахивать так и по зубам получишь поэтому фашизм какой-то он маловероятен хотя вот даже вот соединенные штаты они вот как где-то власть возьмут в раке они там у них они оккупировали ирак можно сказать что там фашистская диктатура была какое-то время потом они выборы там устроили то же самое в ливии сейчас конечно в ливии там фашизм а ну вот пройдет это все да нет пока думаю нет еще они когда там в ливии они там поубивают всех там недовольных они там выборы проведут тоже они вот так вот так срочно плане не боятся фашизма пожалуйста еще вопрос на рот устах на рот устах да вот по поводу опять же фашизма если рассматривать радикальный ислам исламизм как исламскую форму скажем так фашизма в том лишь смысле что это как остановка развития фашизм это открытый вот димитров георгий димитров человек который не понаслышке наш такой фашизм и крупный ученый он удар определение фашизма фашизм это открытая террористическая диктатура финансового капитала у ислама есть финансовый капитал что такое финансовый капитал давайте разбираться нет ну просто если ну лучше вглядываться в понятие при самой аль-кайде то там стоят огромные финансовые средства за эти значит организации подобные аль-кайде они были и до-до-до там и до фашизма задорога и скажем геноцид армян это под фашизм не подпадает это и визня гугенотов она под фашизм не подпадает и ana шествия чингисхана и кана баты они под фашизм не подпадает фашизм это диктатура финансового каюта какой финансовый час искон в чем финансовый капитал в чём его особенность финансовый капитал это слияние промышленного и банковского капитал а то есть это промышленники крупные монополисты которые одновременно в родеют банками в родении банками дает и мне ограниченную власть над другими производителями и вот диктатуру этого капитала она вот имеет именно вот эти возможности, которые имели фашистские режимы в Германии, Италии и так далее. Без этого условия это не всякая жестокость есть в фашизму. Фашизм это не ругательство, это научное понятие. Научное определит товарищ Дмитров. Если хорошо, в качестве финансового топлива можно рассмотреть также мировой глобальный рынок наркотиков и рынок оружия. Что в принципе торговля наркотиками и торговля оружием это в принципе одно и то же. Никакого глобального рынка наркотиков нет. Есть интересы правящих верхушек государства. Вот вы может слышали, были такие опиумные войны в Китае. Знаете от чего они велись, да? Китайцы пытались прекратить торговлю опиумом на своей территории. Цивилизованные страны им за это объявили войну. То есть, Англия, да. То есть, эта брогочинная королева Виктория, она крышевала наркоторговлю. И пиратство. Но пиратство в 19 веке я не уверен, что было какое-то. Ну, может. Нет, ну, работорговля, это все 19 век там. Ну, не суть. Вообще, это наркотой занимаются самые, так сказать, что не на есть правящие круги. Поэтому здесь агробальный рынок наркотиков, они в этом заинтересованы по двум причинам. Во-первых, это кароссальные финансовые потоки. Во-вторых, это способ держать народ на уровне плинтуса и ниже. Ну, в рынке будет оружие еще. Ну, оружие это тоже, смотря, так сказать, на одну доску ставить там кого-то, кто поставлял там оружие этим ливийским повстанцам, так называемым, и того же Виктора Бута, который пытался там что-то поставить колумбийским партизанам. Это, конечно, разные вещи. Нельзя так говорить, понимаете? И наши убивали фашистов во время войны, фашисты убивали наших. Но говорят, что вот и те убийцы, и эти убийцы нельзя. Значит, рынок оружия. Для разных целей люди покупают оружие. Одни покупают оружие, чтобы бороться за свободу, другие, чтобы подавлять тех, кто борется за свободу. Просто я мог бы расшифровать немного на свой пример. То есть, дело идет в том, что есть там нетранспарентные, да, такие вот закрытые моменты торговли этим оружием, что, предположим, вот Афганистан, и живут в себе несколько пленок, которые производят тот самый МАК, так сказать, выращивают МАК, а потом их берут и друг с другом стравливают. Для того, чтобы им лишние вот эти автоматы и все это прочее туда слить. Товарищ, это мы погружаемся в дебри уже конспирологии. Я думаю, что здесь, ну вот я не был в Афганистане, я вот правда не знаю, как там и что там. Ну, стравливают, конечно, но это все старо как мир. Стравливание племен, поставка оружием, это еще когда было, это еще... Ну, конечно. Ну, насколько я понимаю, да, вот согласно марксизму, значит, капитализм исчезнет тогда, когда там победят во всем мире социалистическая революция, и, следовательно, значит, только один такой предполагается конец капитализма через победу, значит, социализма. Однако, западные социологи говорят о том, что сейчас вот общество модерн, ну, которое... Сам умирает, что ли, капитализм. Момент, еще раз повторюсь. После победы социализма, да, то есть вот он рождает своего могильщика пролетариат, значит, пролетариат устраивает социалистическую революцию, капитализм исчезает, да, переходит в социализм. Ну, насколько я так грубленно говорю, ну, как бы это предполагается. Однако, западные социологи сейчас говорят о постиндустриальном обществе, то есть общество, которое уже, ну, посткапиталистическое, можно сказать. Так вот, ваше отношение вот к этому взгляду, что, как бы, капитализм сам исчерпывается и уже там переходит в какие-то... Давайте сначала подумаем, что такое капитализм. Капитализм – это товарное хозяйство, развившееся до такой степени, что и рабочая сила становится товаром. Товарное хозяйство представляли собой и рабовладельческий строй. Что такое товар? Товарное хозяйство – это где товар? Товар – это продукт, произведенный для обмена. Обмениваясь и при рабовладельческом строе, и при феодальном строе. И, но при, именно при капитализме, товарное производство достигло того расцвета, что рабочая сила также стала товаром. Что, разве у нас вот этот посткапитализм – это бестоварное производство, где рабочая сила не является товаром? Что такое посткапитализм, вот я не понимаю. Посткапитализм – это коммунизм. Где, да, рабочая сила не будет товаром, где не будет товарности вообще, товара не будет. будет непосредственное производство удовлетворения нужд людей а товарообмена как такового не будет вот это вот посткапитализм у нас он побыл как говорится и ушел будут тут жить это приезжие тут у нас бабушка вахтер на варте рассказывала там дом какой-то построили недалеко от них там у них целый этаж грузин купил какой-то но я не к тому что я против грузин упаси бог но вот просто вот такие люди так сказать будут тут ходить на дорогих машинах есть а промышленности не будет в Америке рабочий класс обладает наибольшей производительностью не рабочий класс может неудачно выразиться промышленность американская капиталисты конечно обладают этой производительностью он работает наиболее производительно потому что ему наилучшие станки дадены наилучшее оборудование в Соединенных Штатах наивысшая в мире производительность труда То есть все-таки у капитализма есть перспективы в развитии производительности? Ну, перспективы, конечно, я думаю, что через год там вырастет производительность руда по сравнению с тем, что сейчас. Через два года будет быстрее, чем через год. А через 10 лет, ну вот я уже не возьмусь, вот я вот так сказать, вот на 100 тысяч рублей я бы с вами не поспорил, что через 10 лет будет у нас капитализм. Потому что мы можем сейчас очень быстро втянуться в эпоху крупных катаклизмов. А можем и не втянуться. Может и будет капитализм через 10 лет более развитый, чем сейчас. Может быть. Ну вот так как-то сейчас какое-то вот схлопывание такое происходит. Вот у нас вот особенно это видно. Ну схлопывание, деиндустриализация какая-то вот. И люди уже это видят, уже как-то уже подпирает. Как если мировая революция? Как раз, где индустрия? Мировая революция это опасная такая очень штука, потому что не бывает, чтобы всюду сразу что-то началось. И все люди сразу как один шагнули куда-то. Кто-то всегда первый шагает и за ним идут, причем еще смотрят, так, а стоит ли за ним идти. Там, а так вот, чтобы все сразу шагнули, это утопия некоторая. Я сказал все сразу, но не важно где, с точки зрения марктизма. Хоть в России, хоть в... Тут важен исторический опыт. Никто не имеет такого исторического опыта по части построения коммунизма, как Россия. И в этом смысле Россия все-таки, даже нынешняя Россия в нынешнем состоянии, а не Китай, не Северная Корея, не Куба, где свои проблемы, является, вот я бы сказал, надеждой человечества. В силу своего исторического опыта. В фирософии, вот, наверное, вам, товарищи философы читали, что вообще, говорю, уничтожить ничего нельзя, есть такое понятие, как снятие. И в этом смысле, вот, нынешний капитализм российский, он богаче своим содержанием социализма, скажем, 80-х годов. Потому что этот социализм наш, и коммунизм более ранний, он присутствует в этом капитализме, как снятое. И в этом смысле, вот, другой такой страны нет. А кубинский опыт? Кубинский опыт, это опыт, да, но, так сказать, уроков там теоретических достойных не сделано. Там был марксист, такой теоретик, идиолог Че Гевара. Его, я считаю, и меня подозревают, да, что, может быть, его наши, кто-то там, всякие там Яковлева и Коругина, которые в КГБ работали, может, его специально использовали, чтобы он сгорел там в этой, в Ратинской Америке, как спичку, так сказать. Вот, а так, Фидель, конечно, он человек гениальный, но он вот, там, система там не советская, но там в целом, как государственная власть. Но там есть комитеты защиты Родины и революции. Это мощные организации. По заводам там есть, как-то это называется, не национальная гвардия. Ну, короче, военизированные подразделения, они имеют бронетехнику на своем вооружении, в том числе. И в силу того, что там уже, так сказать, взрослые люди, хотя там у них устаревшая техника, но они по эффективности, говорят, превосходят эти части, где срочники служат. Вот, потому что там уже старые дядьки с животами, они знают, как все это ездит, как все это стреляет. Вот, и там в этом смысле, там кроме государственной власти, еще вот такая подпорка. Но сейчас там, конечно, как мне видится, эти родвижения такие непрогрессивные. Но Куба, конечно, свое слово сказало. Это то же самое, если там даже произойдет реставрация капитализма, они будут помнить, как вот было здесь, и как старо сейчас. Это вот, это не выкинешь нее. Спасибо. Спасибо.